Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Менее 2% жителей Кировской области получают высокую зарплату. Заработную плату свыше 100 тысяч рублей имеют лишь 1,8% работников. При этом четверть кировчан работают, получая меньше 20 тысяч рублей в месяц. Самый распространенный диапазон зарплат от 20 до 40 тысяч рублей. С этими показателями наш регион занимает 72 место в рейтинге уровня зарплат, составленном РИА Новости. Для сравнения, в соседней республике Коми доля работников, получающих 100 тысяч в месяц или больше, составляет почти 12%. В Нижегородской области – 4,5%. А вот в Мариэл показатель сравним с Кировской областью – 1,7%. «Экономика». Имущество МОП «Кристалл» продали за 9 миллионов рублей. Вопрос о ликвидации муниципального унитарного предприятия, которое оказывало услуги прачечной и химчистки, рассмотрели на заседании комиссии Гордумы. Ранее, напомню, было объявлено о продаже имущества предприятия. Как рассказала исполняющая обязанности начальника департамента муниципальной собственности Светлана Калугина, на данный момент на этом удалось выручить 9,5 миллионов рублей. Были проданы склад, гараж и прачечная на улице Энергетиков, 19. Большую часть денег потратят на погашение долгов «Кристалла». Их накопилось почти на 5,5 миллионов. Стоит заметить, что продать имущество удалось не сразу. Лоты выставляли по много раз, из-за чего цена на некоторые объекты недвижимости упала почти на 50%. В эфире «Экономика». Улицу Преображенскую в качестве эксперимента хотят озеленить за счет бизнеса. Такое предложение прозвучало на гражданском форуме, который прошел в Кирове. Руководитель информационного центра по атомной энергии Светлана Занько Обратила внимание на то, что в регионе отсутствует механизм восстановления зеленых насаждений вдоль улиц. Она предложила провести эксперимент на Преображенской. Привлечь бизнесы и образовательные организации, которые на ней расположены, чтобы они озеленили улицу. Для этого использовали крупномерные деревья, кустарники и травы. При этом высаживать их предлагают сначала в картке, чтобы можно было определить участки для озеленения с учетом коммунальных сетей. Окончательно оформить улицу планируют к осени 2023 года. Экспериментальные участки хотят назвать улицей науки, а каждое дерево посвятить ученому или изобретателю. Предполагается, что озеленение будет вестись за счет бизнеса и федеральных проектов. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».